всем привет дорогие друзья и гости канала сегодня в игре american track simulator ну и решил сделать один рейсик скорее всего это видео посмотрите не так много народу но я наверное больше пишу его для себя потому что мне потом будет интересно допустим может быть когда-нибудь это пересмотреть как я играл в эту игру сейчас поговорим о чем-нибудь в дороге интересном так ну что давайте посмотрим вот такой вот у меня в общем трак петербилд 389 свежих годов выпуска пробег там где-то 30 с копейками тысяч миль движок у меня стоит по-моему caterpillar c15 на 500 лошадиных сил прошивка коробка и там fuller 13 ступенчатый причем я играю на механике давайте вам покажу по-моему это здесь так здесь и здесь так наверное да вот здесь вот вариант именно раскладки коробки передачи там fuller 13 передач раскладка все продвинутая то есть управляется именно так ну как в реальной жизни может быть к и только считайте что у меня на руле g27 нету он получает в этого флажка да там повышенная пониженная и верхний нижний ряд поэтому все это назначено на простые кнопки но в принципе в управлении стараюсь не путаться так давайте запускать мотор так все мотор работает давление есть все пусть чуть-чуть поработает в общем сегодня мы с вами едем из лас-вегаса и едем штат аризона город феникс он не вы правда ведет такой интересной дорогой как тот может быть по-другому проехать давайте может быть вот так проедем так а здесь ну здесь мы выскочим ладно по 93 выскочим на сороковую по 40 проедем потом по 17 уйдем вниз на феникс вот такая у нас сегодня поездочка небольшая так мотор работает давайте включу может быть так фоновую музыку от youtube а поехали пониженная передача короче ниже даже первой передачи вообще как бы на я читал на коробке там фуллер положено переключать все передачи подряд на этом и тогда будем очень долго ребят разгоняться трогаться поэтому я наверное буду как-то может быть когда через одну включать когда как получится так пройдет там так этого там нету в общем хотелось бы наверное поговорить об этой игре игра конечно замечательная в плане атмосферы может быть даже в плане физики но контента безумно не хватает те грузовики жалкие 4 штуки какие нам дали этого конечно очень мало понятно что лицензию получить не так просто на использование техники но может быть у разработчиков там какие-то проблемы может быть им давали допустим лицензии на другие машины и не понравилось как они их реализовали в том же евротрак симуляторе такие мысли чисто вслух так у нас учет права на пролетаем у нас там наверное главное так это кстати чуть превышаю давайте не будем превышать скорость у нас 30 ограничения выезжаем никого никого так играю я практически с полным дефолтом в этой игре но не люблю я почему-то модификации ставить можно конечно там что-нибудь такое вот совсем классическое что никогда в игре уже не появится но потом опять же проблема игра обновится будет ли это работать сейчас на датный момент у меня стоит модификация только на звуки то есть чтобы вот caterpillar работал как caterpillar никак не пойми что потому что со звуками конечно ведь проблема добавили по моему последнему обновление возможность выбора там разных движков да эти пакаровские а каменс caterpillar и у всех этих движков был один звук но это было так как-то блин дико неприятно поэтому я использую небольшой модик для более такого реалистичного может быть звучание так скажем да приятно же ушам слышать именно вот такие звуки восьмая пониженная в большинстве случаев хватает именно этой передачи но сейчас так как нам разрешают ехать 80 миль на данном участке дороги то может быть мы даже восьмую повышенную включим ждем новый штаб когда он выйдет конечно я допустим не знаю нет так почему-то подозреваю что к новому году и получается что мы делаем ну точнее разработчики делают нам штат один штат в год штатов там сколько в америке 50 лет будем ждать игру полноценно конечно все забросят уже эту игру это и не останется если только совсем какие-то там преданные фанаты я конечно преданный фанат я покупаю все dlc неважно там для евро трак симулятора для америка драк симулятор я просто балдею от этих игр но это просто безумно конечно долго выходят все эти обновления кстати там для gts так отвлекли в общем для и тестом скоро выйдет италия виза напишите в комментариях кому будет интересно посмотреть просто на дефолте мои покатушки по италии я просто не хочу там модах там кататься зачем нам какая-то модовая сканика в принципе там дефолтные скани тоже не так плохо ну хотя может там что-нибудь поставить вот rgl по-моему да вот ну на команде в италию ехать конечно совсем бред для american truck симулятор я уже говорю что мод вообще не использую но может быть когда-нибудь буду использовать допустим что мы какой-нибудь там 379 петербилл что-то такое классическое фредлайнеры какие-нибудь классические которые мы в игре точно никогда не увидим от разработчиков в этом есть какая-то своя маза и фишка зачем от использовать допустим 389 модуль потребил когда в принципе неплох и крово и от разработчиков но звуки да поэтому стоит мод на звуки кстати напишите в комментариях раскинуть вам этот мод или не надо но в принципе я думаю что сообщество игры конечно не очень оценят все это дело потому что что я сделал я взял по-моему две модификации со звуками но там были в них прописаны еще другие мотора короче ну так как я не сторонник всего этого развития в этом плане что какие-то другие моторы добавлять потом это сохранение может смертеть я чисто взял звуки двигателей и прописал их стандартным мотором как положено то есть у меня допустим там выбор 7 моторов да допустим в этом давайте включу ближний там ничего не дать машина пошла то есть допустим взять какой-нибудь мод со звуками из воркшопа или просто сайта там звуком еще добавляются 8 или 9 двигателей там на detroit дизель и чего только нету но если нам разработчики предлагают для этого автомобиля только 7 двигателей причем который дизель не предлагают может быть нет лицензии зачем мне другие там до двигателя поэтому я к этим сильнее стандартным двигателям прописал их родные звуки то есть вот такой вот мод получился кто играет в american track и не хочет там заморачиваться как-то свою игру усложнять в том плане что перегружать там разные модами ненужными а просто хочет заменить звуки стандартных движков игровых то я вам скину в принципе такой мод который у меня получился лох там чистый так весовая 5 утра а весовая уже работает так я на у нас вон она у нас что ты так перетормозил немного тут даже 35 знак стоит обычно не переса вы уже залетает там сразу 15 знак стоит так пора включать нижний ряд вес у нас сейчас будет небольшой потому что мы везем обычный так у нас там по моему даже занавески 72 тысячи в принципе это тяжелый груз к тому что бывает легче не сказать допустим к какая-нибудь там фрезер фреза это асфальтовая да так или этот подъемник для для контейнеров который там весит хрен знает сколько так выезжаем так отвлек телефонный звонок прошу прощения так поехали ох я чё-то прям перекрутил мотор давайте поставлю тогда седьмую передачу хотя у нас тут 35 ограничения мы подъезжаем к городу так а здесь уже даже 25 так давайте тогда поставлю шестую в общем ждем новый штат так конечно узнаете в мечтах проехать все-таки от побережья до побережья то есть допустим от сан-франциско до нью-йорка там или до майами но мне кажется что это какая-то такая немножко несбыточная мечта в этой игре с такими периодами выхода расширение для карты в виде штатов так стоим на красном я тут так прикинул это получается от одного края карта ехать до другого края то есть получается от одного побережья другого выйдет где-то часов 5-6 реального времени не представляете если нам разработчики в будущем дадут возможность именно возить такие длинные грузы я почему-то в этом сомневаюсь скорее всего будет как-нибудь типом ну там максимум по две по три тысячи а чтобы от одного края до другого такого скорее всего мы не увидим ну хотя кто знает тормозим светает фанари погасли уже на улицах светает фанари погасли уже на улицах сейчас по-моему нам стрелка должна да точно поехали на короткое надо успеть проскочить по времени я имею ввиду напишите кстати в комментарии ждете ли вы новый штат играете ли вообще в американ трак симулятор или вы больше фанат евро трак симулятора и не понимаете почему наши разработчики дорогие сделали из американ трак симулятор другую игру отдельно хотя могли сделать в виде dlc как многие пишут ну я почему-то сторонник того что все-таки правильно сделано что игры разделены потому что разные страны разные континенты разные правила движения разные законы как а вот люди там не тоже знакомы говорит а вот там допустим был бы этот одной игрой ты там садишься на пароль и перебываешь бац ты в америке в америке на чем на европейском грузовике как-то мне кажется это бредовым немножко так ну конечно может быть такое в реальной жизни тоже возможно но как-то это реально так давайте сейчас включу кстати раз бы мы пошли можно включить повышенную передачу так вот здесь мы сейчас правда потеряем прям очень конечно хочется посмотреть новый штат но пока не судьба находится он у нас в бета-тестировании так машина у меня зашитая 65 миль максимальная скорость быстрее не едет хотя разрешенная даже для грузовиков здесь составляет 75 миль но в принципе и 65 миль уже мне кажется достаточно даже быстро потому что поток идет видите по той-то полосе допустим по левой там еще быстрее машину того по правой полосе конечно вот мы идем с потоком да вот впереди грузовик везет экскалатор в принципе мы и не отрываемся и не догоняем так сейчас будет подъем солидный наверное я перейду на передачку пониже сейчас там правда сядет наверное этот экскаватор точняк попробуем мне скорее всего хрен я его обгоню давай давай рейндж ровер газуй у тебя же там 500 лошадиных сил ну это тоже какой-то красавчик без спальника петербют ну ловко залезли не запутался я в передачах но это было я играл без записи в передачах чуть-чуть запутался и получилось так что получается еду я на подъем на восьмой повышенный щелкаю седьмую повышенную потом седьмую пониженную и что-то так щелкаю щелкаю скорость падает 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 и конечно бугор я не вылез я сел посередине бугора вот так он до щелкался надо было выбрать одну передачу пониже и на ней пытаться как-то залезть а я получается щелкаю это когда скорость переключаешь вот так сделано что ты не можешь ее сразу мгновенно воткнуть с задержкой включается как в реальной жизни может быть ну чтобы сразу ты не воткнешь долго на тягачей это тяжело сделать ну и так получилось что пока ты включаешь скорость получается скорость движения падает там на несколько виль и все и ты когда уже втыкаешь эту скорость оборотов уже недостаточно ты еще ниже включаешь она пять оборотов уже недостаточно и все и так я сел в бугор едем по сороковой магистрали вот такая тут пустынная местность не сказать что прям совсем пустынная здесь растительность есть есть тут места по моему там в Неваде вообще одни пустыни без растительности там сушняк один стоит здесь он и деревца и елки он я вижу вот вот ну мы идем дальше рассвело в восемь часов утра поэтому фары выключу оставлю только габариты не он вообще был даже без фары едут трафик вот насколько я вижу впереди так опять бугор передачку пониже пытаемся залезть давай 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 ну вот ниже не буду переключаться обвезу на этой передаче все нормально зашли вернемся кстати к теме модов вот смотрю трафик проезжает интересный вот я вот честно не вижу ребят смысла как добавлять сюда еще какой-то трафик вот и тут так в принципе американский трафик ездит ну не вижу я в этом смысла можно еще понять допустим вот эти моды украшалки которые заменяют там транспортные компании игровые на настоящие в добавлении сюда еще трафик разнообразнее блин не знаю ну все люди разные кому-то что-то одно нравится кому-то что-то другое я сторонник того чтобы играть или совсем без модов или там совсем маленьким количеством хотя фермер симулятор это совсем другая игра допустим да там мы только вывозим на модах потому что на стандартные техники там ну не знаю где там очень мало и так опять было ну и чё там стандартные две-три карты которые тоже уже приявшиеся ну и там разработчики как бы не добавляют в игру так вот такое количество контента и разнообразие как допустим здесь там вся игра живет на мододелах здесь со мной тоже можно согласиться и сказать что игра тоже живет на мододелах на тех же создателях траков прицепов какого-то разнообразия ну просто я сторонник того что я люблю играть именно без модов может быть когда то я пересмотрю свою точку зрения хотя понятно да что тут контента очень не хватает что это 4 грузовика этого очень мало нету фредлайнер ну реально хотел покататься там на современных на старых на бескапотных классических грузовиков там 60-х 50-х 70-х годов выпуска но 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 может быть я когда тут реализую если вам будет интересно смотреть блин какие же красивые пейзажи а вот эти вот получается бугры с деревьями с лесом красота вот не знаю почему вспоминается фильм этот ужасный поворот не туда хотя там был совсем другой штат туда по моему что там был ближе туда к этому к нью-йорку забыл как штат называется ну эти штаты мы увидим нескоро смотрите сейчас 70 уже идем оттормаживает его мотором не мотором а этом рита дар моторный тормоз я использую отдельно так пора тормозить это у вас тут какая-то упачка так оттормазили меня хорошо и ты хрен заберусь да на эти тут вы давай давай-давай-давай Феникс прямо Тукан тоже прямо Ну, мы в Феникс идем Скорее всего, можно где-нибудь и здесь повернуть Но мы идем прямо Так Феникс прямо Камп Верде на поворот Много туда машин пошло На Камп Верде Здесь уже фауна Фауна чуть-чуть меняется Уже появляются эти колючие растения Кактусы Сразу почему-то вспоминаются Это все дни туди Там из кактусов добывать можно было Кое-что съедобное И жажду утоляющее Ладно, значит, другое игре Ну, смотрите, как дорога красиво уходит Все-таки, конечно, рискейл-карты Очень многое принес в игру Для атмосферы Потому что, допустим, дорискейл-карту Там есть в гараже Кенворд В 900 У меня пробег 24 тысячи миль Здесь у меня пробег 32 тысячи миль Но поверьте мне, что Именно на Этом Петре Пильте Я проехал По времени Больше, чем На Кенворде Именно В том, что Рискейл-карты вышел И очень тяжело даже было набить То расстояние, которое было пройдено На Кенворде До Рискейл-карты Так, мы что там Кстати, подъезжаем уже, да? Да, мы с вами уже подъезжаем Сейчас там завернем И будем Уже На месте Разгрузки Передем там тоже драчок идет Что он там ведет? По-моему, там Цистерна такая С химикатами Какими туда Допустим Конечно Нравится, да? По дороге едешь Каждый штат Свои растения Своя природа Допустим Сейчас мы вот едем Такая пустыня Небольшая С вкраплениями С вкраплениями Зеленая растительность Где-нибудь В Калифорнии будем ехать Там уже будут Эти виноградники Много леса Особенно если Выше подымать К хорнбуку Подъезжаем Торможим Ну давай, блин Быстрее Ох, я в скорости Потерял Так, ладно Шестая Повышенная И потихонечку Охаживаем дальше Так, мы сейчас Получается В развязку проходим И там дальше Мы будем Поворачивать Смотрите Какая развязка По красоте просто Такая здоровая Так, наверное Зря я повышенную В окно Или залезет Не, залез Нормально Уходим В индустриальную Зону Так Знак Стоп Поехали Поворачиваем Никому не помешали Вроде Ограничение 40 Хотя в черте Города Так Пропускаем Или нас пропускает Спасибо Спасибо Ребята О, тут полиция Все Повернули Хорошо Все хорошо Все спокойно Ну вот Ребята В общем Получилась такая Серия Покатушка В Америке Контракт Симулятор Поговорил я с вами Высказал Какие-то Свои мысли Если хотите Если вам это Реально заходит Интересно Ну, буду Почаще Как-то Снимать Но мне Почат Сказать Что там Конечно Вся аудитория Больше Любит У нас Фермер Симулятор А все Что остальное Смотреть Не хотят Ладно На этом В общем Все Смотрите Другие Видео На моем Канале Всем Всем пока Ну и до новых встреч